Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня по просьбам многих подписчиков поговорим о создании об инициативах по созданию так называемого алиментного фонда судя по кучности этих инициатив я думаю что в ближайшее время он все-таки будет создан сначала разного рода депутаты по моему за него топили сейчас вот недавно кузнецова присоединилась амбудсмен детский хотя кстати вконтакте на ее страничке у нее страничка сделал адрес прописан по моему амбудсвумен мэн как-то слово ей не понравилось видимо вот поэтому женщина правозащитница вот хотя странно немножко все-таки английская мэн это не только мужчина это еще и человек то есть мужчина человек одно и то же слово для женщин почему-то это слово не используется но это не знаю я не филолог английского языка для женщин отдельное слово а для мужчин вполне слово человек подходит вот ну не знаю короче говоря не понравилось я амбудсмен амбудсвумен страничку посмотрите адрес вот кстати очень интересная страничка иногда фотографии появляются такие семейные я бы сказал она дети мужа нету вот несколько фотографий видел муж кстати священник но тем не менее такая классическая российская семья она и дети вот ну все-таки человек защищает семейные ценности вот поэтому не знаю может поэтому может не поэтому как бы муж не нужен вот хотя он есть по факту вроде бы так вот она поддерживала инициативу эту короче говоря инициатива очень постоянно педалируется в чем суть создать фонд из которого будут сразу же платить алименты если отец уклоняется от элементов чтобы не было ни в коем случае ну какого-то не знаю барьера для развода то есть женщина думать что блин сейчас разведусь а он будет уклоняться от элементов а здесь нет ты только разведись давай давай все государство заплатят вот и во всех этих инициативах что я читал очень смешно прописано что откуда будет пополняться источники этого фонда пополняться будет за счет неплательщиков интересно каким же образом он будет пополняться за счет неплательщиков если они ядрен батон что значит атомная подводная лодка неплательщики то есть здесь два варианта либо с этих неплательщиков потом должны брать в два раза больше более того изыскивать не сажать их в тюрьму не карать их за то что у них денег нет а изыскивать а если у них денег нет но посадить его можно там не знаю выпороть может быть закон примут но деньги то где взять то есть с них надо брать в два раза больше чтобы покрывать тех которые не пойманы потому что всех не поймают потому что Если у человека адекватно, все с головой, он просто в Турцию переедет и все. За него там будут выплачивать алименты, а его никогда не поймают просто и все. Поэтому надо, соответственно, с того лоха, которого поймают, брать в два раза больше. Иначе фонд не будет пополняться, он будет в постоянном дефиците. Либо, что скорее всего, как мне кажется, его будут пополнять за счет налогов обычных. Просто из государства, из государственных каких-то резервов пополнять. То есть платить будете вы, собственно, налогоплательщики. Потому что, ну как уже много раз говорилось, никаких государственных денег не существует. Существуют деньги налогоплательщиков. И поэтому, даже если вы не вляпались в семейное счастье, через налогообложение платить будете вы. Здесь еще один очень интересный момент. Вы уже платите. Вы уже платите, друзья. Вы содержите всех этих мамульчик-одиночечек, если даже не вляпывались ни во что. Через налогообложение. По большому счету, то, что сейчас не введен вот этот налог на яйца, так называемый, налог на бездетность, это не говорит о том, что его нет. Можно же двумя способами его ввести. Можно ввести, собственно, налог и брать там с определенной категории лиц. А можно не брать с другой категории лиц. Предоставить льготы, допустим, обычный подоходный налог, но предоставить льготы каким-то там мамульчикам-одиночечкам. По налогу льготы, по больничным льготам. Недавно прошло, что по уходу за ребенком 100% будет оплата, вне зависимости от стажа. Но откуда эти бабки-то? За вас и за какую-то мамульчику там отчисляют одинаковые деньги. Даже не одиночечку. Но вы будете брать больничный, если вы начинающий специалист, вы будете получать 60%, она будет получать 100%. Так а откуда эти бабки? Это с ваших зарплат. Берут и с вас, и с нее, только она сходу может не работать. Она пришла и будет на уходе сидеть. А вы будете работать. Это ваши бабки. Поэтому не обязательно вводить прямой налог для того, чтобы с вас брать. Можно брать побольше со всех, но им предоставлять льготы, которые будут покрываться за счет того, что вам они не предоставляются. Поэтому по факту вы и так всех их содержите. И поэтому выход здесь в рамках того законодательства, которое уже есть, того, которое еще будет, как я уже говорил, только снижать производительность труда. Те же больничные брать. Понимаете, сейчас невыгодно быть здоровым мужчиной. Все. У всех остальных льготы есть. Они есть у инвалидов, они есть у женщин, они есть у детей, они есть у мамулечек, там, мамулечек-одиночечек. Их нет только у здоровых мужчин. Поэтому это самый невыгодный статус. И вам придется от него отказываться. Или вас будут доить. Как бы одной из двух. Либо вам придется постоянно жаловаться на здоровье ходить. Вы зайдите в поликлинику, посмотрите, какое количество там мужчин сидит под дверями врачей и женщин. Как правило, из того, что я видел, женщин намного больше. Значит ли это, я уже говорил, что женщины более болезненные? Нет. Они живут дольше. Цыплят по осени считают, есть поговорка. И говорить о болезненности лучше всего по продолжительности жизни. У женщин она выше значительно. На 10-12, там, по разным данным, даже 15 лет. Вот, ну, 10-12 основное. Да нет, это просто значит, что когда у них что-то болит, они идут к врачу и берут больняк. Когда у мужчины что-то болит, он идет устраиваться на вторую работу. А то не так усечка уйдет. Не так усечка посмотрит, скажет, а, уже заболел? А, черт, надо нового искать. Вот. Поэтому он, нет, нет, я еще могу работать. Мне вообще, знаете, многие мужчины напоминают заключенных в концлагере. Заключен, читал одну книжку про, соответственно, чувак, белорус. По лагерям его помотало. Он попал в плен к немцам, его по лагерям мотало. Вот. И в том числе он в Лаушвицберкинау был, в Освенциме, в знаменитом. И вот он говорил, что многие люди уже падая с ног, все, там, болезнь какая-то падает, они все равно, вот, перед этими капа, они стояли. Нет, я еще могу работать. Я еще могу. Потому что понятно, какая альтернатива. Газовая камера. Вот. Как только принимается решение, что он не может работать. И многие мужчины подсознательно ли, сознательно ли, понимают, что как только он начинает заболевать, его не та кусечка может уже начать искать следующего. Скажет так, ну, сейчас у него доходы падают. Перспектива. Через год они здорово упадут. Короче говоря, таинственная женская энергия не помогла, не развивается. Вот. Не оправдала оказанного доверия. И там уже появится следующий. И поэтому, заболевая, он может наоборот пойти устроиться на вторую работу. Я еще могу. Гер, офицер. Я еще работать могу. Сам уже шатается. Вот. Потому что он понимает, что будет дальше. Дальше будет слив и алименты в твердой денежной сумме. Вот. Ну, соответственно, да, там продолжительность жизни будет разная. Так вот, друзья, что советую все-таки для прозревших мужчин. Поменьше вкладывайтесь. Побольше больничков. Что-то заболело, не дай бог на работу идти. Идите обследуйтесь. Побольше больничков. Поменьше качества этой работы. Никаких переработок. Никаких надрывных работ. То есть, когда вы за одно и то же рабочее время, там, двойную норму пытаетесь выдать. Ни в коем случае. Побольше права качайте. Наезжают, качайте права. В принципе, вам хватит денег. Если не рваться, обеспечивать не так усечек, вам денег хватит. Друзья, в Москве, если у вас есть собственное жилье, можно жить на двадцатник. Вполне нормально. Да, вы не будете привлекательны. Для, собственно, разного рода паразитов социальных. Но вам хватит. Вот. Поэтому не бойтесь потерять, там, с пятидесяти на двадцать съехать. Или, там, с семидесяти на тридцать съехать. Не бойтесь этого. Вам хватит. Поменьше вкладывайтесь в имидж. То есть, если покупаете машину, то только для того, чтобы она ездила. А не для того, чтобы вас как-то оценили. Шмотки. Все, что угодно. По большому счету, как только вы перестаете вкладываться в имидж, вы снижаете свою виктимность. Вы снижаете вообще шанс, что к вам присосется социальный паразит. Это только плюс. Вы, наоборот, повышаете тем самым свои шансы, там, на успешный успех, на нормальную жизнь и так далее. Вот, собственно, и все. Обязательно делайте это, понимая, что вас уже дуют. И вы не сможете, как бы, ну, жить, чтобы вас не доили. Будут ли приняты эти законы или нет. Вас дуют двумя способами. Прямыми налогами и косвенными. Вас дуют даже, когда вы колбасу покупаете и бензином заливаетесь. Поэтому, да, еще один момент. Кроме работы, кредиты. Дуют очень хорошо через кредиты. Не кредитуйтесь. Я приводил свой пример. Я был в очень трудной ситуации финансово. У меня даже мыслей не было о кредите. И, кстати говоря, когда я говорил в некоторых роликах вот об этом, мне многие писали, у тебя семеро по лавкам не сидят. Вот эти олени лезли. Тебе детей кормить не надо было. Правильно. Правильно. Так вот, и смотрите. Сначала дурак влазит, голову в петлю сует. А петля сжимается. Он говорит, о, блин, это хорошо. Вы вон дышите. Это как? У вас петли на шее нет. Придурок-то ее сам себе надел. Семеро по лавкам. Откуда они у тебя? Не, ну, понятно, что, может быть, откуда-то. Может быть, они и не твои. Я хотел сказать, не ты их что-ли делал? И сразу осекся. Конечно, может быть, не ты. Вон у меня на этом на ТикТоке сидят. Я там троих этих, ее воспитал, еще двоих своих. Они мне все свои. Блин, раньше я как бы, да, посмеивался над этим. Говорил, что, так кто тебе их сделал-то? Сейчас это не актуально. Кто сделал? А что с вас геном? Да неважно. Мало ли кто их мог сделать. Всяко не он. То есть большинство уже, наверное, воспитывает не своих, получается, при таком количестве разводов. Короче, кредиты, работа, все это снижайте. Я бы до эмиграции советовал даже потребление снизить. В свое время я, ну, я показывал убитую квартиру, я ее не стал чинить даже в Москве. Потому что я понимал, что как бы не мое. И вообще, в принципе, в России поднимать уровень потребления очень глупо. Потому что, ну, грубо говоря, смысл брать хорошую тачку, когда вы будете ездить по убитым дорогам. Поэтому я бы вам советовал даже, если какие-то деньги у вас поступают, переводить их в валюту и копить на эмиграцию. Вот эту котлету хотя бы на эмиграцию начальную. То есть в России, в принципе, тратится обидно. Во-первых, вы будете получать говнокачество. Во-вторых, с этих денег как раз будут содержать вот всех этих там мамульчик-одиночечек. Деньги будут в фонды идти. Поэтому либо поменьше зарабатывать, либо не тратить, зарабатывая. И качество выдавать не на гора. Грубо говоря, сколько заплатили, такое и качество. Поговорка была и в Советском Союзе, и в Восточной Европе. Они делают вид, что платят нам зарплату, мы делаем вид, что работаем. Вот исходя из этого работать. Что заплатил? Можно с одной овчинки 30 шапок? Да не вопрос. Можно одну? Можно. Или три? Можно. А 10? Можно. Можно. А 30? Можно. Вот, на нос, на тебе. Вот так. Иначе вас будут доить. Как только вы что-то создали, вас сдаили. Вот поймите это. Смотрите уже сами, каким образом уклоняться от дойки. Но поймите главное. Как только вы создали, вас сдаили. Каким образом вас будут сдаивать? Через необходимость платить кредит, через необходимость платить алименты. Главное, что вы практически не избежите, что вы создаете, вас сдаивают. Поэтому не знаю, что. Не знаю, друзья. Перевод в валюту. И с этим могут сложности возникнуть, с ее выводом. Может быть, вывод на иностранного, на того же американского брокера, на счета брокера. Вот таким образом. И побыстрее миграция. Вот и все. А иначе вас дуют. Даже тех, кто еще не влез. Понятно, что тех, кто не влез, дуют поменьше. Но, тем не менее, тоже дуют. Очень неплохо. Поэтому думайте сами, решайте сами. Но старайтесь меньше в России показывать. Производить и показывать, и тратить. Вот примерно так. Иначе сразу будет не ваше. Собственно, такие соображения. Продолжение следует.